В два раза больше возможностей. Верховный Совет завершает формирование программы исполнения наказов избирателей на 2019. Итак, смета увеличена вдвое. Разбираемся, почему и кто от этого выиграет. Микрорайон Севастопольский в Рыбнице. Еще недавно здесь был пустырь. Сейчас детский игровой комплекс. Средства выделили из программы наказов избирателей. А еще здесь появился сквер и, самое главное, уличное освещение. Мы так рады, что вот нам для детей особенно у нас ничего не было. А сейчас построили такой красивый городочек, кругом скамеечки поставили, высадили деревьев очень много. Немножко дороги, чтобы поправили, потому что уже старые. Мы уже здесь живем 35 лет, и поэтому уже никогда их не ремонтировали. Дороги – не единственная проблема. Их перечень в списке наказов для депутата. В реализации планов снова поможет программа. Например, в этом году на округе построят три детских игровых комплекса. Продолжат и работы по уличному освещению. А еще в районе пятой школы Рыбницы может появиться остановка для общественного транспорта. Есть и хорошая практика у депутатов Верховного и местных советов – объединять усилия и средства. Эта практика распространилась по всей республике. Могу сказать, и по опыту своего округа. У меня два депутата городского совета. Объем финансирования по наказам избирателей по городскому совету объединились с программой наказов по Верховному совету. И мы сделали достаточно серьезный объект по Ленинградской 36-38, внутридворовую территорию, достаточно большой площади, именно за счет того, что объединили ресурсы. Такие тандемы продолжат работу. Средств теперь вдвое больше. На каждый избирательный округ по 200 тысяч рублей. Всего из республиканского бюджета на программу наказов в 2019-м выделят больше 8,5 миллионов. Продолжение следует...